Вся линейка телевизоров ББК разделена на две группы, Лекс и Лем. Первая, это телевизоры, построенные на системе Android и имеющие все необходимое для работы в интернете. Телевизоры из группы Лем попроще, и на них стоит обратить внимание, если у вас нет интернета, или он слабый. Зато, большинство моделей этой группы имеют вход для спутникового сигнала и снабжены не только цифровым тюнером, но и тюнером для приема спутникового телевидения. Вот о телевизорах серии Лем мы сегодня и поговорим. Хотя эту инструкцию я снимал, используя телевизор 49Лем1051 с диагональю 49 дюйм, но смело смотрите эту инструкцию, если у вас телевизор с другой диагональю. И пульт, и управление у него будут такими же. Сначала я покажу, как настроить телевизор для приема аналогового и цифрового сигнала. Поговорим и о спутниковом телевидении, и карте условного доступа. Затем о возможностях записи программ, и использовании функции задержки таймшифт. Ну а на закуску у нас мультимедиа. Ждите небольших секретов и очень полезных функций. Прежде чем говорить о поиске каналов, я хотел бы рассказать о второй по важности кнопке пульта, после кнопки включения, конечно. Это кнопка выбора источника сигнала. Вполне может оказаться, что вы включили телевизор, а он ничего вам не показывает. И очень может быть, что перед этим ваш сынок, играя, изменил источник сигнала. Эта кнопка настолько важна, что она есть сразу на двух пультах. Кстати, это очень здорово, что BBK, а нас так позаботилась, положила сразу два пульта в комплекте. Основной и упрощенной. Дело в том, что наиболее используемые кнопки первыми выходят из строя. А так двойная надежность. Они продублированы на упрощенном пульте. Ну а о пультах мы поговорим еще потом. Более подробно. Чтобы вы получше усвоили тему выбора источника, я нарисовал специальную схему. Вот, смотрите. Первым стоит спутник. Сигнал идет из спутниковой тарелки. Например, это триколор. Второй, АТВ, это сигнал с антенной в аналоговой форме. Потом, ДТВ, это тоже эфирный сигнал, но уже цифрового телевизора. Следующий, АВ, это уже аналоговый телевизионный сигнал и звук, который приходит из приставки. Например, DVD-плеера. Входы HDMI используются для цифровой передачи изображения звука. У меня к ним подключена Smart TV приставка. Для подключения компьютера предусмотрен отдельный вход VGA, а для флешки или жесткого диска вход USB. Переходим в поиску аналоговых каналов. Для выбора источника сигнала используем кнопку Source на пульте. Эта кнопка позволяет нам выбрать в качестве источника аналоговый сигнал АТВ. Затем нажимаем кнопку меню и выбираем первый пункт меню – канал. Внизу вы видите подсказки. Это клавиши на пульте, которые можно нажимать. Меню так устроено, что для того, чтобы вернуться на следующий уровень, надо нажать снова кнопку меню. А для того, чтобы выйти – кнопку Exit. Ну, а для того, чтобы подтвердить свой выбор, естественно, кнопку ОК. Мы выбираем автопоиск. Система спрашивает нас о типе поиска. Можно искать только цифровые каналы для ТВ. Можно аналоговые АТВ. А можно и вместе. Ссылочками выбираем только поиск аналоговых каналов. Казалось бы, время аналогового телевидения прошло. Зачем нам рассказывать о том, как искать аналоговые каналы? А нет. У меня сигнал по коллективной антенне до сих пор идет по старому – аналоговый. Там неплохой набор из 56 каналов. Вот и приходится их искать. Сам аналоговый поиск достаточно интересный. Видно, как телевизор настраивается на нужную частоту. И все занимает около 5 минут. После настройки мы можем посмотреть список каналов. Для этого надо нажать специальную кнопку Channel List или центральную кнопку Enter. Дальше передвигаемся по списку вверх и вниз с помощью соответствующих кнопок стрела. Для выхода из списка каналов используем Enter или Exit. Может оказаться, что не все найденные каналы нас устраивают. Для удаления, переименования каналов или для изменения их порядка мы снова возвращаемся в меню и находим редактор канала. В этом телевизоре удобно то, что в редакторе канала мы видим не только номер канала, но и само изображение. Так разобраться гораздо проще. Вернемся снова в меню и посмотрим, что предлагается в пункте ручной настройки АТВ. Главное, здесь можно вручную подстроить частоту, чтобы картинка была получше. Впрочем, телевизор замечательно настраивается и вряд ли вы сможете сильно улучшить что-то. Ну вот, немного компромата, журналистов бьет. Теперь попробуем изменить в редакторе порядок следования каналов. Здесь просто. Отмечаем нужный канал, нажимая Enter, перемещаемся по списку с помощью стрелок и найдя подходящую позицию, снова нажимаем Enter. Я уже говорил, что по коррективному кабелю у нас идет сигнал кабельного ТВ. Поэтому для цифрового мне необходима антенна. В городе это может быть простая комнатная антенна, такая, как эта от BBK, DA25. У нас цифровой сигнал достаточно сильный, и такую антенну можно даже повесить на стену. У нее для этого есть крепление. Но я прикручиваю ножку из комплекта. Так мне ее можно будет направить на источник сигнала. Антенна активная и имеет встроенный усилитель, который усиливает сигнал до 26 дБ. Питание на усилитель подается отдельно блоком питания. Этот блок надо присоединить к специальному разъему. В отличие от приставок, питание антенны непосредственно от телевизора не предусмотрено. Обратите на это внимание, потому что активные антенны без отдельного блока питания к данным телевизорам не подходят. Теперь подсоединяем антенну к телевизору и включаем блок питания. Далее все уже вам знакомо. Выбираем источник DTV, затем меню и автопоиск. У меня пока 30 цифровых каналов, но как мы знаем, в третьем мультиплексе их планируется гораздо больше. Так что к настройкам вам еще придется возвращаться. В режиме ручной настройки можно попытаться осуществлять поиск. Но главное, что мы видим показатель силы сигнала и соответственно можем найти оптимальное положение антенны. А вот в редакторе канала мы видим название каналов и можем их удалить. А вот сортировать их, в отличие от аналогов, нельзя. Не знаю как вы, но я верю в современную технику. И телевидение, которое начинало с шести основных каналов, теперь вещает на сотнях. Чем выше частота несущего сигнала, тем больше каналов помещается в диапазон. Поэтому хоть эфирное цифровое телевидение и прекрасный нам подарок, но для доступа к информации лучше спутников ничего нет. Кстати, этот телевизор имеет память на тысячу каналов. А в цифровом эфирном телевидении пока только 30, и то только в Москве. Спутниковое телевидение тоже цифровое, тоже формат для ТВ. Телевизоры BBK Glam снабжены ресивером спутникового телевидения. Но на обычную антенну спутниковый сигнал не ловится. Нужна тарелка. Ну хоть небольшая от триколора. Если она у вас, как у меня, уже есть, то можно сразу попробовать. А если ее нет, то ее нужно установить и направить на спутник. Вход для спутникового кабеля сверху с накруткой под FF-разъем. Дальше нужно выбрать источник сигнала, спутник и провести автопоиск. Здесь можно выбрать спутник, по которому будет проводиться поиск. Тип поиска выбираем полный. Но сначала я захожу в раздел меню, канал. Там выбираю пункт настройки спутника. Менять что-либо я не буду и вам не советую. А то я для пробы удалил из списка основной спутник триколора, UTLSA 36E, и потом мучительно долго искал в интернете его параметры, чтобы восстановить. В этом меню можно как вводить новые спутники, так и удалять существующие или менять их параметры. Начальный список установлен производителем и как видите спутников довольно много. Присмотрите с нижней части экрана. Там отображается качество сигнала со спутника, и вы сразу видите, какие спутники вы можете смотреть при вашей ориентации тарелки. У меня, например, кроме UTLSA 36E, хороший сигнал идет со спутника БАДР 4, АМОС 2.3, но вы увидите сами. Я специально пробегаю весь список. Нажав синюю кнопку, можно перейти к поиску каналов и задать режим поиска тип сервиса, тип канала. То же самое задается и в автопоиске. Определяем спутник, тип канала, можно искать только открытые, можно закрытые, можно все. Вид канала, например, телевизионные, ДТВ или радио. В меню вы можете еще увидеть информацию о сигнале, это частота, сеть, подмодуляция, качество и уровень. После того, как поиск закончился, я вывожу список каналов. Здесь мы видим отдельный признак в виде ключа для закрытых каналов. Так как я искал все каналы, то список очень большой и пролистывать его в поиске нужно очень долго. Тут и телевизионные каналы, и радиоканалы, и каналы данных. Есть открытые спутниковые каналы, а есть закрытые. Моему удивлению, без всякого триколора можно слушать огромное количество радиоканалов и смотреть открытые каналы. И я бы советовал ограничиться этим набором, а если вы хотите смотреть триколор, то не покупать карту условного доступа, а купить полноценный ресивер. Надеюсь, что расскажу почему в следующем видео. Ну а я для полноценной инструкции купил карточку доступа, и вот смотрите. Помещаем карту доступа в блок, и всю эту конструкцию располагаем в CI-слоте таким образом, чтобы снаружи была видна лицевая сторона карточки. Триколор используется в спутнике UTILSA 36. Поиск проводим по каналам этого спутника. Перечень каналов выводится кнопкой список каналов, Channel List. В этом списке показываются открытые и закрытые каналы. Каналов много, и лучше использовать поиск, а не листать весь список. Без меню поиска было бы сложно. Нажимаем желтую кнопку для вызова поиска. Тут достаточно ввести первую букву в название канала, чтобы существенно сузить диапазон поиска. Обратите внимание на клавишу Расширить. Она меняет латинскую раскладку на русскую. Учтите, что если у вас модель с разрешением Full HD или ниже, то каналы 4К показываться не будут. Вы увидите только черный экран и услышите звук. Так что, если вы хотите смотреть программу 4К, то и телевизор подбирайте соответствующий. Например, BBK 50 LEX 6056. Клавиша пульта Electronic Program Guide EPG работает здесь так же, как и в цифровом телевидении. Мы видим программу передач. Но вот записывать программы, красная кнопка, можно только на открытых каналах. Включение, формат изображения, формат звука, цифровые клавиши, список каналов, информация о программе, функциональные клавиши, задержка выключения, клавиши направления, меню, выбор субтитров, переключение каналов, таймшифт. Остановка воспроизведения. Воспроизведение с предыдущего трека. Включение режима телетекста. Выбор языка. Переключение источника сигнала TV-USB. Отображение информации о программе. Отображение списка записей. Список любимых каналов. Воспроизведение с предыдущего трека. Ускоренное воспроизведение вперед. Изменение громкости. Выход. Выбор. Выбор сигнала. Фиксирование видеокартинки. Запись. Переключение на предыдущий канал. выбор настроек звука, выбор настроек изображения, выключение звука. Уф, надеюсь, что вы не устали от технических деталей. Но, на всякий случай, перед самым интересным мы сделаем нашу традиционную чайную паузу. Не знаю, как вы, но я буду пить чайметр. Сейчас мы рассмотрим очень полезную особенность нашего телевизора – медиаплеер. Подсоединяем по рту USB флешку или жесткий диск и на пульте нажимаем кнопку USB. Мы попадаем в меню медиаплеера, где мы можем выбрать просмотр картинок, прослушивание музыки, просмотр фильмов или даже читать текстовые файлы. Телевизор поддерживает большое количество форматов файлов и кодеков аудио и видео. Что хорошо, так это то, что при просмотре телевизор сохраняет привычную нам систему папок и файлов. Но вот посмотреть видео, если вы находитесь в разделе фото, вам не удастся. Перемещение по файлам производится при помощи клавиш стрелок. Нажимая клавишу воспроизведения, мы переходим к полноэкранному воспроизведению. Можно нажать и кнопку Enter. Если мы находимся в разделе фотографий, то начинается показ слайдов. С самого начала мы видим панель управления, потом она исчезает. Чтобы ее снова вызвать, нужно нажать кнопку Enter или Display. Закрывается панель управления, кнопка Exit. В разделе музыка та же система файлов и паб. Находите необходимую вам запись, нажимаете Enter и начинается воспроизведение. Когда я снимал это видео, я слушал Увертинского. Но увы, по соображениям авторского права, вы теперь слушаете меня и эту легкую музычку. А теперь маленькая хитрость. В разделе музыка, вы можете отметить нужные звуковые файлы и перейти в раздел фото. Теперь вы можете запустить слайдшоу и в панели управления выбрать опцию музыка. В этом случае слайдшоу будет идти с музыкальным сопровождением. Да, под музыку веселее настроение создается. В панели управления вы можете просмотреть и список фотографий, плейлист. У меня, как видите, он не очень информативный. Нужно было не лениться в свое время и придумывать название для фотографий. В разделе видео при выборе файла видео начинается его предварительный просмотр в небольшом окне. Это удобно, так как не всегда можно определить нужный файл только по его названию. В полноэкранном режиме используются клавиши пульта для паузы, ускоренное воспроизведение. Все как в старых добрых видеомагнитофонах. В этом же разделе вы можете просматривать записанный в режиме программ видеорекордер, PVR, программу. А для полноты картины я протестировал и режим чтения текстовых файлов, хотя сильно сомневаюсь, что буду его часто использовать. Поположим, что вы смотрите передачу и вдруг звонит телефон. Смело нажимайте на клавишу T-Shift. Если вы смотрите цифровой канал или открытый спутниковый, то вы увидите, что картинка остановится и появится в меню управления задержкой. Но это, если только у вас к телевизору подсоединено устройство памяти, флешка или жесткий диск. С этой секунды передача будет записываться на флешку. Впоследствии при нажатии на клавишу записанная часть передачи будет воспроизводиться и при этом запись передачи будет продолжаться. С записанной частью можно делать те же операции, что есть в любой записи. Например, включить ускоренную перемотку и пропустить рекламу. Если выйти из режима TimeShift, то вы будете смотреть передачу в реальном времени. В общем, советую обязательно попробовать. Это очень полезная фишка современного цифрового телевидения. Другая кнопка Rec позволяет записывать передачу. Потом эту запись вы можете посмотреть. Все записи находятся в папке mst.pva. Честно, не очень удобно, что приходится находить нужную запись в этой папке по имени файла. Он формируется по дате. Ориентируется и помогает окно просмотра, благо там отражается и название передачи. Я не стану хвалить свой телевизор. Если вы смотрите это видео, значит вы уже обратили внимание на телевизоры от BBB. Современный и по вполне доступным ценам. Вместо этого давайте быстренько пробежимся по всем пунктам меню, чтобы вы реально увидели, что можно здесь настраивать и подстраивать. Я лично все это просмотрел и оставил без изменений. Итак, маленькая музыкальная пауза на прощание. Подписывайтесь, чтобы не пропустить рассказы о полезных приборах. До новых встреч! Внимание! Урау! Ура! Урааааааа! Ураааааааа muيتуэ Урааааа! Урааааааа! Продолжение следует...